Привет, коллеги! В эфире BlondieCode. Продолжаем чилить в Unreal. В прошлом видео мы установили движок, познакомились с Marketplace и установили учебный проект. Сегодня потыкаем в кнопочки, подвигаем кубики, выучим пару интересных шорткатов и настроек, ну и запустим игру, конечно. Если вдруг вы видите у меня какие-то окна, которых у вас нет, поищите их в меню Window. Здесь можно найти много полезных вкладок. Например, Output Log находится в меню Developer Tools, и его очень удобно иметь под руками. Еще у меня был открыт Sequencer, и он абсолютно нам сейчас не нужен, но на всякий случай он в меню Cinematics. В общем, если видите какую-то штуку, которой у вас нет, ищите в меню Window, она точно там. Давайте проведем инвентаризацию. Окно Levels – это перечень доступных уровней. Persistent Level – это карта, которая всегда будет загружена. Но три могут быть под уровни, и это мы скоро увидим, когда дойдем до обучающей игры. А пока мы на стартовой сцене, где собраны все доступные игровые элементы. Давайте одним глазком заглянем в Level Blueprint. Blueprint – это система визуального скриптинга. То есть в Unreal Engine можно программировать, не набирая ни строчки кода. Конечно, в серьезных проектах используется и Blueprint, и C++, но для прототипирования игр и даже для готовых игр без сложных алгоритмов Blueprint вполне годится. И в этом демо-проекте вся логика описана при помощи Blueprint. Похоже на нодовый редактор, если вы работали со спецэффектами, то точно видели такие. Но сейчас мы не будем забивать себе голову программированием, наша задача освоится в среде разработки. Так что будем изучать окна дальше. World Outliner – это список объектов на карте. Это все-все-все, что мы видим на уровне Showcase. Это источники света, атмосфера, игровой персонаж, NPC, обстаклы, системы частиц, камеры. Это игра третьего лица, так что за спиной персонажа находится камера, которой при желании можно поуправлять. А можно и самим персонажем, как вам больше нравится. Выбираем нужные объекты в меню вкладку Pilot и получаем контроль над ним. Зажимаем правую кнопку мыши для поворота, можно и левую, но мне удобнее правую. И движемся при помощи клавиш WASD, как и почти в любой компьютерной игре. И мы хотели все сломать, так что ура, миссия выполнена. Наш персонаж застрял в текстурах, все пропало, что делать непонятно. Признавайтесь в комментариях, у кого легкая паническая атака. А давайте просто нажмем на play. Теперь мы в режиме игры. На этой сцене персонаж явно не доработан. И у него есть только одна ось поворота камеры, поэтому влево и вправо мы смотреть не можем. Впрочем, на стартовой сцене мы не за тем, чтобы играть. Мы здесь за тем, чтобы узнать, из каких частей состоит игра. Все эти кнопки, кубики, рычаги, двери – это элементы дизайна уровней. И этот бедолага, застрявший в текстурах – это не баг, это фича. Мы же ничего не сломали, никто ничего не видел. Чтобы выйти из режима игры, нажмите escape. И мы по-прежнему в режиме пилотирования, так что давайте его отключим. Stop piloting. И чтобы опустить объект на землю, нажмите end. Это очень полезный шорткат, чтобы не выставлять на глаз что-либо на уровне земли. Управление камерой бывает полезно, например, при дизайне сайд-скроллера, чтобы четко выстроить кадры. В игре от третьего лица камера привязана к персонажу, так что нам это не понадобится. А вот перемещение по карте еще как понадобится. Зажимаем правую кнопку мыши и управляем камерой. Поворот камеры мышь. WISD – стандартное управление. И клавиши E вверх и Q вниз. Потренируйтесь, это немного непривычно. Скорость камеры можно менять в меню на сцене. Например, 3 – это более плавное движение. Можно изменить вид сцены. Иконка справа от камеры, вид сзади, справа и сверху. И пока ничего не видно. Наверняка из-за зума. Зум, кстати, меняется колесиком мыши. Можно не разделять окно с видами, а поменять отображение прямо здесь. Перспектива – вверх, вниз, лево, право, спереди и сзади. В общем, можно рассмотреть сцену со всех сторон. И если долго-долго крутить колесиком мыши, то можно что-то увидеть. Зажимаем правую кнопку мыши и таскаем сцену, чтобы перемещаться. В меню Show можно выбрать, что именно отображать на сцене. Например, можно убрать Skeletal Meshes – анимации или частицы. Еще полезное меню – отображение объектов. Сейчас у нас режим Lead с освещением. Unlead без освещения. И Brush Wireframe – отображение каркаса. Чаще всего, конечно, мы будем смотреть на сцену со светом, но узнать об этих режимах полезно. Давайте поправим нашего персонажа, который немного устал после пилотирования. Чтобы настроить фокус на объект, выберите его и нажмите F. Чтобы переместить, выберите инструмент со стрелками или нажмите W. Теперь можно перемещать объект по осям. И чтобы бросить его вниз, помните End. По умолчанию на перемещение включена сетка в 10 юнитов. Если нужно переместить что-то более точно, отключаем. Можно изменить размер сетки, и тогда объект будет перемещаться шагами заданного размера. Такие же сетки есть на поворот объекта и на его масштабирование. Поворот, иконка с углом или клавиша E. Это как раз то, что нам надо. Выравниваем персонажа. Сетку тоже можно отключить, чтобы повернуть точнее. Ну и Ctrl-Z тоже никто не отменял. Жмите смело, если что-то пошло не так. И наконец Scale. Масштабирование объекта. Клавиша R. Чтобы масштабировать пропорционально, тяните за центральную точку. Если нужна только одна ось, то тяните за нее. Это самые важные шорткаты. W, E, R. F. Фокус на объект. Затем зажимаем Alt и левую кнопку мыши, чтобы осмотреть объект со всех сторон. Вся информация об объекте на сцене есть в окне Details. Название объекта, его класс, его компоненты и их свойства. Здесь же трансформация объекта. То же самое, что мы только что делали. Но иногда здесь это делать удобнее. А еще можно нажать на желтую стрелочку и сбросить на начальное значение. Но в нашем случае вышло не очень. Позиция 0,0,0 не подходит. Потаскайте по сцене все, что душе угодно и потренируйтесь с трансформацией. А я оставлю этого парня здесь. Это персонаж, у которого есть, например, Skeletal Mesh. Моделька со скелетом. Как ее найти в ассетах? Вот эта иконка с лупой. Если на нее нажать, Unreal отправит вас прямиком в папку Smashing. Кнопка с лупой позволяет найти нужный ассет в папке. А из папки ассет можно перетянуть на сцену. Удалить объект со сцены можно, выделив его и нажав на клавишу Delete. Тут никаких сюрпризов. Если я хочу дублировать объект на сцене, выделяю его, зажимаю W, зажимаю клавишу Alt и тяну за стрелочку. Новые объекты можно трансформировать независимо друг от друга. Еще один повод потренироваться с инструментами. Этот шарик на сцене Static Mesh. У него скелета нет, но у него есть материал, который можно заменить. Поиграйте с материалами, это интересно. Материалы для шариков в этой игре надо полагать вот в этой папке. И если вы хотите один из них, просто клетните на материал и затем на стрелочку рядом с лупой. И, конечно, материал всегда можно сбросить на дефолтный. У каждого объекта куча свойств, и честно говоря, я всех не знаю. Документация по Unreal Engine просто ужасна по сравнению с Unity. Так что проще разбираться методом тыка, что я вам и советую. Жмите на кнопочки, тыкайте в галочки и смотрите, что изменилось. Управление камерой W, A, S, T, E, Q с зажатой кнопкой мыши. Мне удобнее правой. Это непривычно. Лично мне управление камерой не в режиме игры, дается ой как нелегко. Наверное, дело в руках из неправильного места. Выбираем объект клавишей F. Из зажатой клавиши мыши и Alt осматриваем его. Это анимация героя. И пока не запущена игра, они не проигрываются. Все доступные нам анимации в папке Animations. Можете их пощупать, добавить на сцену и посмотреть. Для этого в меню Play есть режим Simulate. Мы не запускаем игровой процесс, но симулируем физику и анимации. Есть кнопка паузы и, конечно же, стоп. Мы уже запускали игру в окне редактора. А можно запустить в отдельном окне. Но в игровом режиме курсор намертво застревает в этом окне. И что же нам делать? Нажимаем Shift F1. Это супер полезный шоткат. Игра запущена, курсор активен и можно делать что-то в редакторе или закрыть окно крестиком, а не по клавиши Escape. Это особенно важно, когда вы тестируете сетевой режим. И у вас два окна с игрой, между которыми нужно переключаться. Shift F1 – король сегодняшних шорткатов. Без него вообще никак. Щупайте объекты, перемещайте их, ломайте, ищите в папках, смотрите, чем набит этот проект. Кстати, поиск по названию ассета тоже доступен. Например, можно найти все, что относится к игровому персонажу, а точнее все, что содержит слово «плеер» в названии, и черт знает, что это такое. Конечно, можно найти объект в окне World Outliner или на сцене и изучить его свойства в окне Details. У кнопок, например, есть настраиваемый цвет. И такие атрибуты мы обязательно будем создавать, но не сегодня. Сегодня наша задача разобраться с навигацией по сцене, с трансформацией объектов, переключаться между окнами, игровыми режимами и привыкать к редактору. Еще один важный шорткат – Shift Ctrl S – сохранить все. Обязательно запомните горячие клавиши, это здорово экономит время. Потренируйтесь работать с камерой и искать объекты на сцене и в папке. В следующем видео мы начнем работать с игровым уровнем, то есть буквально создавать игру. Так что не забудьте включить колокольчик, подписаться на канал, если вдруг не подписаны, и поделиться этим видео с коллегами. Спасибо за внимание и приятного вам программирования!